Здравствуйте, это ЕТВ, телевидение мнений и программа «Мелочи жизни». Каждую среду в прямом эфире работает наша телевизионная клиника «Здоровье онлайн». Я кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Анна Соколова. Мы говорим о том, как сохранить здоровье и оставаться красивыми, бодрыми долгие-долгие годы. И сегодня наша тема – это не исключение, потому что говорить мы будем о здоровье наших зубов, и не только зубов, а полости рта. И в гостях у нас сегодня Нарине Гришаевна-Саркисян, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог высшей категории, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Уральского государственного медицинского университета и научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук. Я хочу обратиться к вам, уважаемые телезрители, для того, чтобы вы использовали этот уникальный шанс задать специалисту такого уровня вопрос по телефону прямого эфира 376-4588. Или оставляйте свои комментарии на нашем сайте якобург.тв. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый свой вопрос, наверное, я хотела бы начать с того, как правильно чистить зубы. Потому что, кстати, совсем недавно я была на приёме у стоматолога, и она мне рассказала какие-то тонкости, которых я раньше, даже будучи кандидатом медицинских наук, не знала. Поэтому расскажите, пожалуйста, как всё-таки правильно чистить зубы, сколько времени, как часто, после каждого ли приёма пищи. Как правильно чистить зубы? На самом деле, мы уже с детства приучены к тому, что мы увидели, что услышали, и чистим так, как нам удобно. На самом деле, мы должны определиться с поверхностями зубов. У нас не две поверхности зуба, которые нам визуально видны, а более. Когда мы прочищаем зубной щёткой две поверхности, это то, что у нас язычная поверхность, и непосредственно на нижней челюсти, это вестибулярная поверхность, то мы забываем... А что значит вестибулярная поверхность? Извините, вот поверхность со стороны губы. Мы забываем о том, что есть ещё поверхности, это контактные, это там, где зубы прилегают друг к другу. Визуально посмотрев, определяем, что вроде бы чисто, да, и по ощущениям, вот именно по язычным языкам мы чувствуем, что да, чисто. На самом деле, когда мы обращаемся уже к специалисту, а этот специалист, который учит именно, как правильно чистить зубы, называется гигиенист. Он есть в каждой стоматологической поликлинике, в каждом стоматологическом кабинете. А специалист нам начинает объяснять, что существуют дополнительные поверхности, и для этого необходимы дополнительные флоссы, это зубная нить, ёршики. То есть какие-то используются приспособления, не только... Не достаточно вообще зубной чистки, даже просто зубной щётки, даже если она электрическая? Или достаточно? Вы знаете, всё зависит от того, какая степень очищаемости. Потому что если в полости рта есть скученность, то есть зубы располагаются очень плотно, то, соответственно, просто почистить зубной щёткой, хоть электрической, хоть механической, недостаточно. Необходимы как раз-таки дополнительные средства, это ёршики, но всё это говорит гигиенист. Наша задача, если нет проблем, и зубы в целостном ряду, зубы в достаточном количестве в полости рта, наша задача, чтобы все поверхности были чистыми. И, соответственно, да, зубные щётки, пасты, всё это выбирается исключительно индивидуально. В некоторых случаях это круговые движения, в некоторых случаях это горизонтальные движения. Если, обратившись к стоматологу, вам показывают, что вот здесь вы прилагаете большую силу и тем самым стираете эмаль, значит, в этой области горизонтальные движения нежелательны. Первый признак, который может навести вас, не приходя к стоматологу на консультацию, это повышенная чувствительность, это уменьшение десны в объёме. Надо обращать на это внимание. По поводу смены зубной щётки. Щётка должна меняться один раз в месяц. По поводу какого вида нужно взять зубную щётку. Здесь нет чётких указаний, потому что сейчас разнообразие столь велико в продаже, что на любой кошелёк, на любой вкус, цвет можно выбрать себе зубную щётку. Но нужно чётко понимать, что они бывают нескольких видов. Это жёсткие, это мягкие, это средние. Это по ощущениям или это должно быть написано? На них написано. Часто получается такая ситуация. Во время чистки зубов, интуитивно, случайно, пациент покупает себе зубную щётку. Ну вот понравилась она ему. По дизайну или по цвету? По дизайну, по цвету, по цене, да. И, соответственно, во время чистки вдруг появляется кровоточивость десны. Пациент делает вывод, что, наверное, это ему жёсткая щётка и берёт щётку более мягкую. К сожалению, это очень неправильное решение, потому что это ведёт к развитию заболеваний десны. Рекомендации по щётке, которую вам нужно взять, обязательно должен давать ваш стоматолог. Стоматолог, у которого вы наблюдаетесь, лечите. Можно я уточню? Значит, самостоятельно правильную щётку мы выбрать не можем. Нужно обязательно обратиться к гигиенисту или к стоматологу, у которого проходит лечение пациент. Или есть какие-то общие? Вот есть всё-таки какая-то универсальная щётка? Вот я знаю, что в электрических щётках есть разные режимы. И якобы, если нажимаешь на десну или на зуб сильно, то она прекращает свои движения. Этого тоже недостаточно. На самом деле электрические зубные щётки мы назначаем, когда пациент не может самостоятельно почистить зубы должным образом. Это, например, зубы, доступ до которых тяжёлый. Это восьмые зубы, зубы мудрости так называемые. Это когда на передней группе зубов образуется стирание эмали. Тогда, соответственно, переучить пациента движению очень сложно. Даже когда мы говорим, пациент через месяц опять возвращается вот к той обычной, привычной манипуляции, которую он всегда проводил. Для этого мы меняем механическую на электрическую, потому что движения в электрической щётке круговые. И подача горизонтальных движений здесь к минимуму сведена. Соответственно, мы останавливаем стираемость зуба. Понятно. А сейчас для ухода за полостью рта и для чистки зубов, наверное, есть разные системы, называются ирригаторы, например. Есть какие-то комбайны, которые сочетают в себе электрические зубные щётки, ирригаторы. Насколько это нужно? Или уже должна быть проблема, чтобы покупать такую установку? Нет. Ирригатор на самом деле это средство профилактическое. Оно не является лечебным и достаточно полезное средство. Но всегда есть грань дозволенного, грань, за которую заходить нельзя. К сожалению, покупая ирригатор и ощущая первые впечатления, первое ощущение такое приходит свежести, упругости, конечно, начинают злоупотреблять. Поэтому как ирригаторами, так и ополаскивателями пользоваться надо циклично. Это значит, ополаскивателем попользовались 10 дней, его нужно отложить. Ирригаторам аналогично. Попользовались 2 недели, его нужно отложить. Пользоваться ирригатором зубной пастой длительное время не рекомендуется, так как десна в конце, она начинает реагировать на этот ирригатор, как на раздражитель. И тот профилактический момент, который был вложен в этот ирригатор, он начинает оборачиваться. Что вообще такое ирригатор? Это прибор для чего? Это фактически подача воды и гидромассаж одновременно с чисткой зубов. Поэтому очень полезная, очень приятная процедура. Пациенты всегда довольны у нас. Пациенты, вот эти ощущения, они достаточно хорошие. Но вот еще раз скажу, что не злоупотреблять. То есть обязательно только циклично. 10 дней попользовались, убрали. 20 дней отдохнули. Потом снова 10 дней, пожалуйста, попользовались. То есть вы имеете в виду, что вот эта процедура, она есть как для домашнего использования ирригатора, а так есть и у вас специальная какая-то установка для обработки специальной десины? Ирригаторов как таковых профессиональных у нас нет, но ирригаторы для домашнего пользования, они продаются, они есть. Скажите, пожалуйста, вопрос от Анны. Нужно ли чистить язык отдельной щеткой или резиной? Или это рекламные уловки? Есть так называемый язычный скребок. Он продается в том же отделе, где и зубные щетки, пасты. Если прицельно его искать, вы можете его найти. Так вот, по поводу как часто. Вот данный вопрос тоже должен стоять индивидуально для каждого пациента. Если утром вы, когда чистите зубы, обнаруживаете, что язык покрыт налетом, творожистым, белым налетом или желтым, первое, что вас должно насторожить, это, наверное, проблема желудочно-кишечного тракта. И, конечно, скребком одним в полости рта здесь не обойтись. Здесь нужна профессиональная консультация гастроэнтеролога. Второй вариант, когда этот налет появляется систематически, но не так часто. В месяц один раз обнаружили, в два месяца, тогда нужно помочь. Здесь тоже рекомендуется пройти, например, вот три дня почистили, дальше понаблюдать. Постоянно пользоваться скребком нельзя, потому что потом, получается, язык уже очищен, у него уже самоочищение происходит, проблема прошла. А пациент продолжает чистить, пациент травмирует слизистую языка, сам того не замечая.